Аргентинская танго можно танцевать и в бассейне. Алые розы в волосах, порывистые движения, сложные поддержки. Только вокруг танцующих фонтан и брызг. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» начались краевые соревнования по синхронному плаванию. Более 50 спортсменок приехало на соревнования. Свои команды представили Анапа, Сочи и Краснодар. Причем у анапской команды и опыт еще небольшой, и возраст совсем юный. Но тренер выступлением довольна. Они молодцы, я их могу похвалить, потому что они собрались. А сейчас они постарались и очень хотели показать Анапе, что они что-то умеют. Две возрастные группы у нас. Край проводится по 99-2002 год рождения. И еще 12 лет и моложе федерация проводит Краснодарского края. Внимание зрителей приковали спортсменки из Сочи в образе розовых пантер. Многие девушки занимаются плаванием всю сознательную жизнь. С трех лет. Тяжелый вид спорта, но плавание это уже стало как жизненно необходимо. Живем для того, чтобы создавать какие-то новые программы, чтобы родители понимали, во что вкладывали всю жизнь. Идем к мастерам спорта, добиваемся целей и хотим показать, на что мы способны. Каждый раз на соревнования выкладываемся по полной. Надеемся, выступили достойно и достойно первого места. Соперники сильны, но друг о друге отзываются только доброжелательно. Понимают, что спорт – это тяжелый труд. Относятся друг к другу с уважением. В каждом городе на разных соревнованиях спортсмены подстраиваются под разные бассейны. Выкладываются по максимуму. Мы очень долго готовились, но не до конца готовили свои композиции, очень волновались. Тяжело здесь делать, но мы сделали все, что смогли, постарались. Надеемся на хороший результат. В первый день соревнований участницы демонстрировали групповые и комбинированные выступления. Впереди обязательная программа «Фигуры». Завершится соревнование выступлениями соло и дуэтов. Итоги подведут 13 ноября.